всем привет с вами дмитрий русул и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на довольно часто задаваемый вопрос как сохранять настройки каналов неважно будет аудио дорожки или миди дорожки так чтобы в сохраненном пресете еще учитывались посылы это очень такая большая головная боль у людей и для тех кто не знает легкий способ о котором я сегодня вам расскажу они прибегают к такому кустарному способу а именно сохранять отдельно settings вы надеюсь знаете что мы можем каждую дорожку для каждой дорожки сохранять отдельные настройки например вот для аудио дорожки можем нажать сюда save channel strip setting с и вот эти наши настройки с плагинами и прочими нюансами они все сохранятся и соответственно те кто вот не знает легкий способ сохраняют для каждой дорожки то есть для самой дорожки и для посыла вот в моем случае у меня есть дорожка с барабанами и есть посыл на ревер с и вибратором для этих барабанов и соответственно сохраняются отдельно настройки для дорожки это и отдельно сохранятся настройки для шины и потом в новой сессии если нужно эти настройки использовать спиро загружают соответственно настройки дорожки а потом загружают делать посыл на какую-то шину пустую и на этой пустой шине также загружают настройки свои пользовательские для нужной шины то есть да это можно так делать но это не так удобно это конечно подразумевает некую мобильность то есть вы можете перри настройки там ревер использовать от одного проектов с другой с другим типом дорожки и наоборот вы можете использовать настройку на аудио одну а шину загружает другую то есть да это дает некую такую вот комбинированность но зачастую бывает встает вопрос что вот нужно сохранить комплексно вот меня есть настройка с барабанами я знаю что я буду так или иначе использовать их в связке то есть последовательную обработку из плагинов и параллельную из посылок вот я вот хочу вот использовать комплексно и вот о простом способе как собственно сохранить это такой скажем глобальный пресет который учитывает и настройку дорожки и настройку посылок вот давайте в этом видео я вам сейчас расскажу привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас итак как же нам сохранить такой скажем так глобальный назовем его пресет учитывающие и настройки дорожки и настройки посыл все довольно просто и для тех кто знает лоджик уже довольно хорошо давно с ним знаком тот у того сразу в голове придет мысль как же нам объединить две независимые дорожки а я напомню что для лоджика шина с параллельной обработкой и сама дорожка это как два абсолютно независимых элемента поэтому соответственно сохранить их как только это общей кнопкой пока что во всяком случае нельзя но что мы можем сделать мы можем создать вот нашу шину сделать для нее отдельную дорожку в главном окне и далее встает вопрос как нам теперь объединить это в единое целое естественно ответ это использование сами стека то есть это стек который упаковывает все это в такую некую еще промежуточную шину в данном случае у нас шина 2 создалась вот я могу здесь назвать это например драм плюс верб допустим и теперь сюда нам на помощь приходит библиотека то есть выборов вот именно выборов уже вот этот получившийся сами стек мы можем здесь внизу нажать сейф ну автоматически здесь выбирается название той дорожки которую как она у нас называлась точнее этот сам сам не строк и обратите внимание несмотря даже на то что у нас выбран сейчас сам минг стек то есть это по сути шина лоджик понимает что в нем у нас упакована аудио дорожка и предлагает нам сохранить пресет в папке аудио здесь где хранятся настройки именно для аудио дорожки давайте сохраним и теперь у нас появилось здесь поле юзер патч с и здесь сохранился до дорожка и теперь давайте протестируем как это собственно работает я сейчас сразу удалю шину удаляю в том числе из микшера для тех кто не знает что если мы удаляем из основного меню но шины все еще используется как она у меня использовалась то она остается в микшере несмотря на то что здесь ее уже нет я сейчас просто ее отсюда тоже удалю вот все ее нету и удалю соответственно теперь и наш вот этот стек и дорожку с барабанами создаю новую дорожку пустую никаких настроек ничего нету и захожу здесь опять юзер патч с выбирают дрампу сверб и смотрим у нас все все получилось то есть таким вот простым способом через библиотеку используя самим трек стек мы можем сохранять глобальной патчи то есть здесь у нас сохранились как и настройки самой обработки на канале который нам нужен и также еще сохранился посыл причем даже с количеством посыла то есть все сохранилось и соответственно шина с посылом тоже сохранилась названием с настройками плагина или плагинов на ней если они здесь несколько и так далее ну и соответственно вы понимаете что может быть несколько вот этих вот с последовательно с параллельной обработкой точнее то есть не обязательно один ревер от может быть 5 реверов это может быть ревер и дела и хорус и то есть любая параллельная обработка может быть также здесь задействовано главное их не забыть упаковать в единый самим трек стек Ну и то же самое абсолютно работает с MIDI-дорожками, то есть просто они будут пресетом сохраняться в меню уже относящимся не к аудиодорожке, как здесь у нас, а к MIDI-дорожке. То есть очень полезный способ, обязательно напишите в комментариях, пригодится вам это или нет, давно ли вы ждали ответ на этот вопрос. И обязательно заходите к нам в Telegram-чат, если вы еще не там, и не стесняйтесь задавать свои вопросы, потому что вот именно из таких вот интересных вопросов я потом собираю такие видео-ответы, которые будут полезны большинству новых пользователей Logic или уже даже продвинутых пользователей Logic, которые какие-то моменты упустили. Поэтому я всегда открыт, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы, я как лично всегда отвечу, так и запишу вот такое видео для того, чтобы помочь как можно большему количеству пользователей Logic Pro. Ну что ж, а мы с вами увидимся в следующих видео, обязательно подписывайтесь на канал Logic Pro Help, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok